Врач-гомеопат, специалист по фольдиагностике, метод фоли, я о нем сегодня тоже немножко расскажу. Ну, 30 лет работаю, веду курсы по фольдиагностике, да, то есть обучаю, в том числе специалистов в Литве немало, да, которые у меня проходили курсы изначально. Так что, собственно, и все, да. Да, да. Да, да, вроде нажимаю, как только появляется. Больше таких кнопочек не будет, мы уже записываем и в Фейсбук мы уже трансляцию делаем. Все понятно, потому что я не очень разбираюсь, когда на что нажимать. Значит, я хотел вот для тех особенно, кто первый раз слушает, рассказать цель этих лекций, то есть мы подготовили цикл из трех лекций. Общая название которых ведение холистической медициной. То есть, ну, то, что мы раньше... Да. Да. Раньше мы называли это не традиционной медициной, потом называли альтернативной медициной, сейчас называем холистической медициной, от английского whole, целая, да, то есть медицина, которая воспринимает организм человека как целую систему, а не по отдельным органам. Да. Да. И поскольку на сегодняшний день доступно огромное количество информации по самым разным областям холистической медицины. И поэтому мы пытаемся вот в этих трех лекциях дать основы, то есть на чем базируются любые. Что-то немножко застреваете вы. Как-то вы пропадаете. Еще три лекции, если у меня с бандом, ну, судей-то, что сказка, что я рапер додайк. У вас, Юлия, какая-то не очень хорошая связь. Странно, все вроде нормально работало. Так, как сейчас меня слышно? Сейчас хорошо. Да, наверное, случайно может быть что-то. Те, кто слышали первые лекции, знают, что я стараюсь давать материал, вот, ну, так сказать, не академический, а ту часть информации, которую можно, не просто представляет интерес, а которую любой из вас может использовать в жизни. То есть своя практическая деятельность, по отношению к себе, своим близким или своим клиентам или пациентам. То есть. и более близко к нашим препаратам. То есть ТИНС это все-таки основанная на акупунктурной, ну, логически основанная на акупунктурной теории. Погриндас, к кому было ревимас, это визуал акупунктура, та система, которая, как говорится, наудована и наудована, и наудована, и наудована, и наудована, и наудована. И вот сегодня я продолжу эту разговору об акупунктуре, об акупунктурных меридианах. И первое, это будет несколько маленьких тем, которые нас остались, и которые представляют, опять-таки, чисто практически интересные. И сегодня мы притесим, бутент, аппе акупунктурных меридианах, и есть несколько недидели тем, которые, ну, логически, будут связаны с мусульной информацией. И первая такая тема – это время активности меридианов и органов. И первая тема – это время активности меридианов и органов. Я сейчас вывел на экран схему, и подобного рода схемы, в общем-то, вы можете в интернете увидеть в огромном количестве, да, то есть это будет разная форма представления, но все они, по сути, будут, ну, в разной форме показывать одну и ту же законодательность. То есть вы видите, что в течение суток каждые два часа тот или иной орган, а также акупунктурные меридиан, если помните, вот кто слушал вторую лекцию, кто помнит контуры патологии, кто слушал первую лекцию о первой элементах, да, то есть это все здесь отражено. В общем-то, каждые два часа один из органов у нас становятся максимально активны. Я сейчас показываю на экран. сердце, сердце как орган, меридиан сердце, контурпатология сердца, кто помнит вторую лекцию, максимальная активность с 11 до часу дня. Вот как раз сейчас. И если вы открепите демес, то, что родо скаидрее, это активума, бутинь, и весь этот системой пати кивяусый период, который начинает на 11-ти до 1-ти до 1-ти. И в этот момент, когда мы работаем, это бутинь, когда активная система, это бутинь. Затем активная сердца начинает убывать, и с часу до 3 дня у нас максимальная активность достигает тонкий кишечник. Планируется жарным? И тогда, в первые годы, что активность активности активности, и все с ее системой занимает демиум. А активизируется бы от других систем, это плану, и все системы, которые пателы, с плану, и все системы. И потому что у нас 12 основных органов, то получается, что в течение суток каждый 2 часа один из этих органов Органов достигает максимальной активности. Когда пос мусе есть 12 гражданских органов, то дано, что паруслой потарпи, каждый из органов посекает максимуму работу. Естественно, что воздействие на такой орган наиболее эффективно тогда, когда он наиболее активен. В эти два часа любые лечебные процедуры, лекарства, какие-то способные воздействия будут более эффективны и быстрее достигать результаты. Логично, что в то орган активном метре, но как повыкты, если бы максимально ишлэксты, и будет максимально достигать результаты. В то, что не видна, на этой схеме, то, что ровно через 12 часов, то есть у нас сейчас активна сердца. Это означает, что 11 вечера на часу ночи то же сердце будет минимально активна. То есть его активность будет снижена. И прежде всего, что мы не видим, то есть при назначении, допустим, наших препаратов мы можем учитывать в том числе и то, а на какой собственно орган мы рассчитываем и в зависимости от этого выбирать время приема препаратов. И, жюри, подавшить эту систему, мы можем ориентовать, и, кога органа нам реет дохода, и, жюри, подавшить эту систему, и, жюри, подавшить максимальную галину. И второе практическое применение вот этих знаний – это то, что бывают симптомы, которые повторяются в одно и то же время. Головная боль, как правило, у человека возникает, допустим, к пяти-шести часам вечера. И вот если это закономерность, ну вот такая четкая закономерность есть, то мы смотрим, от 5-7 вечера это почки. То есть понятно, что, скорее всего, эта головная боль связана либо с почками, либо, смотрим, 7-6 утра, то есть либо почки, либо толстый кишечник являются причиной данной головной боли. И если открепить демеси, что, т.к. головос каусмаза подстоит 5-7 вл. вакару, то мы можем стабить, а это связано с инксистемой системой, а отверстие, где-то, 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 где-то. Здесь я должен вернуться к материалу первой лекции и напомнить, что с точки зрения акупунктура у нас посути только два вида патологии. Добро патологии. Добро патологии. И тогда понятно, что если виноваты почки, то это патологии избыточности. То есть если в почках имеется избыток чего-то, то есть там воспалительный процесс, камни и т.д., то симптоматика будет обостряться в то время, когда почки наиболее активны. То есть они и так в избыток состоянии, а спитиноми вечером они еще больше избыток состоянии. То есть любая почкина симптоматика будет обостряться именно в это время. Исклик. Если, когда я скажу об этом, то есть что-то чего-то, это такая же определяет как-то противник. Это или это вложение, или это аккаунт, а или иначе, что-то. Это кроточная система и активов периода, эта скрёта будет до сих пор, и симптомы еще раз ищешь? Но в это же время толстый кишечник находится в физиологическом дефиците, то есть у него минимальная активность. И если там есть патология, связанная с дефицитом, например, язва, то именно в это время она будет обостряться. То есть тогда, когда толстый кишечник наименее активен. И еще раз, когда мы все вместе, то есть, что в этом году там есть минимальная активность. И так, что это самое, что вот это прибыль с дробеймом. И если проблем, когда вы нескоряйте, то есть, что, которая, что, это, что, это прибыль через ремтический бусен, ведь эта система планируется больше. Вот эти пары, которые органов, которые один в максимальной активности, другой в наименьшой активности, представляют очень большой интерес в точке зрения диагностикой. Штат системы, то спор, которые есть в первую очередь, очень удобно диагностику. Вот еще раз вернемся, сейчас у нас сердце активное, и желчный пузырь находится в состоянии минимальной активности. И теперь грошу, если сердце есть максимальная активность, а то есть в каждой пузырье есть минимальная активность? То есть любая симптоматика, которая регулярно возникает в 12 часов дня, может быть связана либо с избыточным сердцем, это скорее аритмия? Вся симптоматика, которая существует в 12 часов дня, может быть или с пертиклими, или с аритмией, или с слабой функцией желчного пузырье? Или с слабой функцией желчного пузырье? Так вот интересно, что такие органы, очень часто, патология таких органов, очень часто связана. И у человека с ишемической болезнью сердца, Причиной может быть камень в желчном пузыре. Об этом уже даже много пишут кардиологи. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с определенным диагнозом, то всегда стоит посмотреть орган, который находится в противофазе. То есть посмотреть, какой орган в это время в максимальной активности, посмотреть, какой в минимальной, и, может быть, сделать даже дополнительное обследование, чтобы убедиться, если проблема в парном, так сказать, в парном системе, в парном органе. И в этой схеме, я думаю, что вы записываете или фотографируете, здесь какие-то рекомендации даются по поводу того, когда, чем лучше заниматься с учетом активности органов. То есть, в этой схеме, мы дадим еще одну такую схемку, вывел на экран. Их можно тоже в интернете найти десятки и сотни, но здесь есть одна странная вещь – это привязка органов к месяцам. Ну, у нас 12 месяцев, 12 органов. Почему странное? Дело в том, что какого-то подробного материала на эту тему мне найти не удалось пока что. Поэтому вот так может быть интересно, но немного скептически. Я попытаюсь все-таки выяснить, насколько правильно это привязка сделает. Дальше. 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 В принципе, по усину наш круг, там тоже идет привязка именно со временами года. Нет, а тут и с месяцами, вот обратите внимание, по месяцу, каждому месяцу соответствует определенный орган. Вот этого я не нашел больше. Ну, как бы объяснений, почему именно так. Ну, пока я знаю, может быть, кто-то столкнет с этой информацией, потому что больше я не в одной схеме этого не видит. Бутен, мусуль, когда я не знаю, погал мету лаеку, я знаю, нет гисуришта с у мэнэсей. И, ну, кол-кас папилдом информаций, а гидридуэс нера радят. Чаи, это действительно удобно такую информацию дар гаут. Юлия, я извиняюсь, но если смотреть по китайской паусин-системе, то печень в январе не очень. У нас же как бы весной идет, поэтому очень странна вот эта схема. Вот меня это не надо, но я говорю, что я на всякий случай это показываю именно для того, чтобы, может быть, кто-нибудь может тоже, кто-то может прояснить эту схему, да. Меня слышно? Да, да, да. Так, теперь мы переходим к следующей теме. Я говорю, сегодня будет несколько таких небольших тем, но, на мой взгляд, интересных и важных именно для практики, для себя. Мы с вами говорили, что акупунктура оперирует понятием энергия. То есть все те функции, которые осуществляют различные органы, мы объединяем, словом, энергия. Энергия данного органа – это те функции, которые данный орган выполняет. Висамес сурешам субокиму, как энергия. И киквенос органас – это все функции, которые сурешатся, ну, бутент с энергией вискирстимой. И вот я нарисовал главный орган, и от главного органа энергия распространяется по главному меридиану или главному каналу к другим главным органам. Я все время подчеркиваю снова главный. И вот сейчас вывел на экран. То есть помимо главного канала мы с вами чуть позже это обсуждим. Есть еще сухожилино-мышечные, ло каналы, и у них совершенно другие функции. Но сейчас нас интересует прежде всего главный канал или главный меридиан. И вот это... Мэридиан, как это иначе, как иначе, это иначе, как иначе, к той схемой, они изсидалины дарь по пилдому дарду. Это ло канала и там иначе, 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 а вот этот меридиан. И вот смотрите, да я беру печень, кепенис, по главному каналу печенье энергия поступает в остальные главные органы. Вот стрелками показано все остальные главные органы. И смотрите, что получается, что для того, чтобы клапаны сердце работали полноценно, надо не только, чтобы сердце было здоровое, но и еще печень была здоровая. И получается, что, что такое клапанная патология? Ну, то есть это недостаточность клапанов, а на ранних стадиях нередко это аритмия. И вот получается, что если у пациента патология клапана в сердце, нам нужно не только сердечные препараты использовать, но и обследовать, и использовать еще и печень, то есть поддержать функцию печень. И если у нас есть проблемы с воштвой шердой, то есть не только сердечные препараты, но и истинуть кепенис и полноценно, и обследовать кепену функцию, кепену веществу. А в целом, в ряде случаев кажется, что именно печень и виновата в клапанной патологии сердце. И на данные отверстики можно сказать, что воштыва проблема воштыва кепену функция. Легкие, альвеолы. Альвеолы, это то место, это собственно есть легкие, то есть это то место, где усваивается кислород и выделяется углекислый газ. Альвеолы, это место, где выкста пикаюта дегунес и англиару. И вот у человека хронические бронхиты, бронхоэктическая болезнь, некоторые формы бронхиальной астмы, и оказывается, что не только легкие нас интересует, но и печень, то есть функция печень, а возможно, что причина именно печень. И в целом ряде случаев причина будет именно печень. И в целом, ряда случаев причина будет именно печень. И в целом, то есть симптоматикос, как бронхи, даже бронхи, а с астмоз, и многих других китов, которые могут быть связаны не только с плачьей сплаучио функцией, как путь, но и кепену функцией. То есть тот же принцип, который мы использовали, когда говорили о контурах патологии. То есть органы дают энергию определенным структурам, но в данном случае определенным структурам в других главных органах. То есть, что мы смотрим под патологию контур, то есть один орган, а в другом другом дают энергию под всю эту патологию ленту. Ну, давайте смотреть дальше. В почках, в почечной лоханке, это чаще всего пилонефрита и камня, и почечный камень. Живи, антинкстус, это чаще пилонефритас и акменис инкстус. Кровообращение, артерии, то есть склероз через холестерин, совершенно очевидная связь между печенью и склерозом артерии. Велги, Каслевича, кроюта, это артерии, атериоз, 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 атериоз. То есть, что ссида с холестеролио, это только кепену функцию структов. Ну, через взаимодействие с поджелудочной железой касой печень влияет на белковой обмен. Ир Каслевича, касос веикла, кепенис, итакуя бутен бальтиму опиклайта организму. Следующий орган – сердце. Секантис ира шердис, как органас погриндинес. И опять мы можем отследить, да, а сердце, для каких структур имеет наибольшое значение. И вот оказывается, для того, чтобы печень хорошо работала, нужно хорошее кровоснабжение. И так, как кепенис... Кепенис. Клепки печень, да, самая главная печень, клепки. Ир Каслевича, как ясно, кепену ластелию пащу веикла. Бронки, крупные бронки. Вот когда у нас бронхиты, хронические бронхиты, да, обратить внимание на сердце, они только легкие нужно личит. Велги, кусты, бронхи, там бронхи, реакия отkreти демеси не только плавочус, В почках мочиточники – это довольно редкая ситуация, смотрим дальше, сосуды, лимфатические крупные лимфатические сосуды, лимфатические системы, лимфаток, качественные, зависит от сердца. Качество инкстов, это с шлопимтоки, но это очень редко подходит в патологии. Если взглянуть к крылью, это лимфатический лимфатический комплекс. И это все еще стипно. И нуклеиновый обмен, нарушение нуклеинового обмена называется подагра, значит, через сердце, через поджелудочную железу, при лечении подагрой иметь в виду сердце, то есть состояние сердца, сердечно-сосудистой системы, иначе могут быть сложности с лечением, неудачи с лечением. Ирgyм what's как подагра, который очень удобен, что срочно, в что-то подагра, пахнет, что ссорька, поджелудочная железа. И вот как не странно, если мы смотрим взаимодействие поджелудочной и сердце, Нерва в сердце зависит от качественной работы под желудочной железой, то есть опять сердечный ритм. И великий, вот, матово, дали нерву, которую приклаусо, бутяк, ну, касос, лужнес, вееклос, то, что лечит шерди, и аритмия, та патия шерди, спермущимая, гали быть связи с касос вееклой? Легкие, трахеи, трахеиты, то есть вот этот поверхностный кашель с несколько болезненным ощущением, который вот под самой верхней части грудной клетки, значит, помимо легких нам надо подумать о работе под желудочной железой, ищи лизе. И великий, каслечит шерди плавучи, бутяк, трахея, это павершутинский кашель, то, что лечит шерди не только плавучи, но ищи с касос вееклой? Почки, гломеролы, то есть фильтрация. Фильтрация, если сейчас вы можете сдать анализ крови и посмотреть фильтрацию почек, и вот если она снижена, сейчас это не редкость, вот, ну, ко мне пациенты приходят с такими анализами, то помимо, собственно, работы с почками, нужно не забывать поддержку для поджелудочной железы и силизионки, то есть ли онпатической системой. Кас лечит инкстус, это, бутен, ка, 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 каура в фильтрации. Атликант шлепиму отыримус, рекет ты жреть, как ты, ка, который я дарил. Но это очень часто великий сухтасос функцией. Кравообращение, коронарное артерое. То есть что? Это ишемическая болезнь сердца. То есть при ишемической болезни сердца, при диагнозе, когда уже имеется, опять-таки состояние поджелудочной силизионки играет достаточно значимую роль. Велги, шердия, это войныкинные артерии, это бутинамо и коруна. Да, это ишеминя лига. Великолепит демеси, как дерба КАСА и ПЛОЖНИС. Ну, насчет кровообращения печени, мне тут, ну, как-то комментарий, ну, нечего комментировать, да, просто иметь в виду такую возможность. Легкие. Велги, там, это было с Кепинук РОЖОТА, как-каких дизельных комментариев недос. То ли у всякой интерсистематой рапочи? Сердце, легкие сердца, функция миокарда, состояние миокарда. Ну, чаще всего это так называемые диффузные изменения миокарда, которые вы, ну, можете увидеть по кардиограмме, по результатам кардиограммы. Так вот, опять-таки, нужны не только сердечные, но и легочные средства. Хоть бы кардицепт. Кас лечи миокарда, то, вял, ты раз, ацеплашу, все книги дыто, ясно, висок термин, ну, и не знаю, но и легочные, но и легочные, но и легочные, Кас лечи плавочи, не иран информаций, как певи, пащи, 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 пащи. Так называемые, да? И вот здесь надо подумать, опять-таки, о состоянии дыхательной системы, когда мы с такими вещами сталкиваемся. Кас лечи кроя, так как, вилги, это, вилги, крояги сенелию стовес, виск, вилги, пащи, 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 пащи. Мы с вами уже на прошлых лекциях неоднократно упоминали, что вены, варикозное расширение вен, это патология, прежде всего, печени. Но, как видим, это еще и патология поджелудочной железы, а также это еще и патология легких, особенно если мы говорим о верхней части тела. Вену, как, вилги, вилгия, 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 вилга, вилдия. Вену, что засия и пащи, вилгу, есть плащи. Следующий орган, Почпы. Китая, это иноста. И вот здесь вы видите прямо по схеме, что почки более всего оказывают влияние на лимфатическую систему. Матут поглощит схема, что инксты чаще повыки дадут пер лимфинную систему? То есть видите, лимфатическая система сердца, легких, печени, сосудов, лимфоаток от ног. Причем это именно лимфоаток от соответствующих органов. Многие исследователи считают, что как раз нарушение лимфоаток от органов является одним из важнейших факторов развития патологии как такового. Многие исследователи считают, что лимфоаток от нутекения на лимфоаток от органов является патология, которая шокирует в районах в районах. Поскольку продукты обмена веществ из органов удаляются именно по лимфатической системе. И если имеется лимфатический застой, то орган по сути просто отравляется собственными продуктами обмена. И если есть лимфоаток, то есть мы, что лимфоаток от органов надеяются, что лимфоаток от продуктов, лимфоаток от продуктов, лимфоаток, которые не посещают. Отсюда эффективность таких методик, как лимфодренаж, а также висцеральный массаж. Кто знаком, по Агуловой или есть другие авторы, висцеральный массаж. Висцеральный массаж действительно не ищет литвы? Ну, то есть, собственно, массаж внутренних органов, да? Ввиду с органом массажа, все таки далеки. Главная цель которого, по сути, является снять лимфатический застой, то есть восстановить движение лимфы. Курят, тикс азерап, ну им ты лимфосуставеема при органах? Так, значит, вот этот материал, который мы с вами только что обсудили, можно просто как бы дописать в таблицу контуры в потолоке. Просто дописать, потому что это, ну, расширение таблицы контуры в потолоке. Фактически, шта тема, tai буту, галима даращити при патолоке контуры лентелес, нес это, в смысле, ищет плетима штос патолоке контуры лентелес. Итак, я возвращаюсь к схеме, как выглядят такие контурные меридианы, опять, например, главный орган, по главному органу, от главного органа по главному каналу энергия поступает к другим главным органам. И только что это разобрать. Но мы о том, что, как, по главному органу, по главному органу энергия ищет к другим главным органам. Но это еще несколько каналов или еще несколько ветвей. И первая такая ветка называется сухожильная мышечная канала. В этом месте энергия поступает на кожу и обеспечивает защиту и питание кожи. Шиту канала энергия попула ан мусу одос и сутеки аpsаугу, бутентодай. То есть кожная симптоматика. Но что особенно интересно, что именно эти каналы связаны с наиболее активно работающими частями органов, наиболее нагруженными, функционально загруженными частями органов. И что это значит, что эта ашака, тем более, что это связано с апкровами, которые я имею в виду на паградину органов. А что значит высококтивная часть органов? Это та, которая выполняет основную функцию, а соответственно та, которая наиболее подвержена различным заболеваниям. То есть, что состояние кожи отражает состояние тех частей, тех частей. То есть, которые, в первую очередь, в которых в первую очередь возникает патологический процесс. То есть, что происходит, в основной форме, это позволяет % 2,5-5-6-6-6-6-6-7-8-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-7-6-6-7-6-6-6-7-6-7-7-6. А как возможно симптомы, патологии одного из внутренних органов? А как симптомы, патологии, патологии? Мы об этом уже говорили на второй лекции, но сейчас мы к этому материалу возвращаемся уже немного другую, ну как бы другую, другую точку зрения. Мы об этом ишнекием вторую лекцию, и теперь мы грошем к этому теме и к другую. Следующий, вот у нас имеется Сухожилино-мышечный канал, и есть еще одна ветка, которая называется ЛОВ канал. ЛОВ каналы. Ну вы видите, что это по сути все, что располагается между кожей и внутренними органами, то есть кости, позвоночник, мышцы, суставы, сосуды, нервы конечность, жировая ткань. И, так сказать, это все, что это и все, что есть под теми органами и мусульмассников. То есть ли они и каулы, и сломстелы, и ромени, и крылья, и крылья, и крылья, и крылья, и крылья, и крылья, и так далее. Ну, с точки зрения акупунктуры это еще не все, что у нас есть, но это все, что для нас с практической точки зрения имеет то, чем мы можем реально пользоваться, да, и понимание чего нам на сегодняшний день важно. Это, наверное, не все, что это связано с акупунктурными мердиями, но это, наверное, так, как нам нужно понять, что это практика, и панадо. Так, ну вот еще раз эта схемка перерисована, да, то есть это, ну, дублирующая. И вот теперь давайте представим себе, что пока главный орган работает полноценно, энергия поступает во все каналы в достаточном количестве, и все замечательно. Ну, теперь представим себе, что функция главного органа снижается по каким-то причинам. И кто первой пасстрадает, где будет дефицит энергии, первую очередь? И, конечно же, там, где дальше от источника, то есть на самой дальней элипцили. И это будешь как тесыклой, тем, кура толчайной перед тупой органу, то есть периферия? То есть, сухожилина мышечных аппасудив кожных каналах? Это, собственно, на научных условиях, роменых, но и релегий это будет, более-от, что, на황. Ну, и что мы увидим? Алергию, кожную сыпь, экземы, сшилушение и т.д. То есть весь набор так называемой кожной патологии может проявиться больше или меньше стихий. И что мы из-за того, что есть алергиевые реакции, антодос, экземы, шерпетовый мосудовый. Так сказать, все лодосы и симптоматики. Мы обращаемся к дерматологу, получаем набор мазей, мажем, пьем противогрипковые препараты, делаем еще всякие, ищем еще всякие его другие возможности. То, к этому мы сейнем пас дерматолога, он нам прерашает варяющую теплую. Мы гериме антипаразитинские действия, прежние грибелинские действия. В этом году патология главного органа развивается и усугубляется. И теперь уже энергия начинает не хватать локаналом. То есть, я показал, что состояние главного органа ухудшается и дефицит энергии в локаналом. То есть, патология, грибелинские действия, грибелинские действия и дефицит энергии в локаналом. Вот такова рода симптоматика. Симптоматика, это означает роменисия, каулу, сценарий, стуброс локстели, веносия. Такие далики, как парикозия, артрит, дергейн, скосмой роменисия. Это бутинт симптоматика, которая означает секунду. Пациент начинает пить диклофенак в худшем случае, в лучшем случае идет на массаж, делает упражнение и так далее, садится на диету. Пациентас прадеда герти кашкокус препаратус, геряуси отвертит массаж, прадеда лаикитис диетас. В это время патология главного органа продолжает усугубляться. В то время погриндиняя органа патология дароси весь субъятингесней. Дефицит энергии нарастает. Следующий этап – это дефицит энергии в главных каналах. И в секунду этапе уже в основном дефицитах погриндиняме канале, т.е. не хватает уже другим главным органам. И теперь, если мы вернемся нашим схемам к той же печени, то мы увидим, что у пациента может развиваться, например, клапанная патология, хронические легочные процессы, камни в почках, склероз сосудов. Вот это все то, что мы можем наблюдать клинически. И если мы вернемся, как при кепену, когда скейдра была угрыжинта, то это может быть, что прадеда виситит шердис патологий, то есть институция, акминес, ацирадиняты, бельги, китут погриндиньи органу сутрикимой к этой патологии. А тот орган, который, собственно, виноват... О тас орган, который истинкрует калтас? Пакашту, выглядит здоровым. На себя хватает. То есть он вырабатывает энергию и для себя, и для всех остальных. Вот уже остальных не хватает, но себе это еще хватает. Нас гаунаси так, что он гаминал энергию и сау, и китим. Китим, когда не бео истинкат, но сау, как и все, как истинкат. И нам, и у нас хорошая анализа, и исследование, или ничего не выявляет, или выявляет незначительное отклонение. И отликанты римус, то и пас мусу все гали бути герой сута органу, гали ищи висо нехо неродити, або кащакие лабай недидели нукрепимы на норму. И вот пока мы лечим все это, патология главного органа продолжает прогрессировать. И когда мы все китаты гидами, погриндиня органа патология тесится. И только в последнюю очередь мы видим, что не хватает уже тому органу, с которого все начиналось, и вот тогда появляется симптоматика, соответствующая симптоматика и соответствующая изменения в анализа. И вот представьте себе, что весь этот процесс может длиться 30-40-50 лет. Потому что первая симптоматика вот этих кожных каналов – это те самые детские диатезы и аллергии, которые появляются вот в самом раннем возрасте. И это были первые симптомы того, что в 50 лет приводят к ишемической болезни сердце, к камням в желчном пузыре, поточечные недостатки и т.д. И это было первая симптоматика, что в 50-м году можно использовать как ишеминная лига, и т.д. пузырей, акминес, и ваяресия китая сутрикима. Ну, если мы понимаем логику этих связей, связей взаимодействия между различными органами, то мы уже в раннем детском возрасте можем принимать правильные действия по профилакциям. И в 50 лет, чтобы сохранить более-менее приличное состояние здорово. И в 50-м году мы сможем ишликать герой сфекатой стов. Ну, а теперь представим себе, что мы начали правильное лечить. Исследовательное, что мы начали правильное лечить. Орган начинает работать эффективнее, количество выработывающей энергии увеличивается. Органас прадеда веекти эффективнее, прадеда царести доугов энергии. И мы наблюдаем обратную картину. Сначала восстанавливается функция главного органа. Затем других главных органов. Затем ло-каналов. То есть, по сути, космосуставной системы в основном. И в последнюю очередь сухожильно-мышечные каналы или, если хотите, кожные каналы. И только в последнюю этапу. Это бутент ОДА, асистатиняя. Вот здесь очень важный момент, именно вот эта последовательность. Сначала энергия дает более важным структурам, потом менее важным и потом самым малым значимым. Принципы, это то, что энергия, в первую очередь, есть важный систем, по то, что важный структурам, и только последние эилия системам, которые являются важным структурам. Поэтому каждой симптоматикой исчезает последнее. То есть, о ДО симптоматикой динкста последнее? И вот из предыдущих этапов мы можем что увидеть? Вот смотрите, человек находится вот на этом этапе. Как можно дать энергию каждым каналам? Забрать у главных органов. Никакого другого способа нет. Как можно дать энергию поделать штуку клеидрю в ОДА? То есть, если мы любые цены хотим увидеть красивый результат на коже, мы можем забрать у главных органов и тем самым добиться, скажем, видимо улучшения кожи за счет прогрессирования патологии внутренних органов, главных органов, подчеркиваю, жизненно важных органов. И, например, мы можем видеть грая, 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 грая. Грая, 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 грая. Грая, 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 г А вот остальные виды обмена, ну, в первую очередь, белковые углеводные, связаны с главными органами и главными каналами. И поэтому для того, чтобы как-то работать с избыточной, допустим, массой тела, да, то есть, грубо говоря, для того, чтобы похудеть. И там, чтобы работать с виршлорио, ты, так сказать, нористи лекти? Нужно прежде всего восстановить качественную работу главных органов и, соответственно, белковые углеводные админы вещества. Таиги, мы, в первую очередь, хотим отстатить основные органы функции, так сказать, бальтиму и англеводные аппекаты. В любом другом способе снижения вещества приведет к тему. Мы заберем энергию главных органов и передадим их вот сюда, в локонах. И, в том числе, если мы всех, если мы стянемся, как-то приватнение будучи с лекти, то мы, истинкрую, отримом энергию из-агриндиного органов и отидуодом ее в локонах. В результате, весь тело уменьшится, но патология каких-то из внутренних органов усугубится и будет прогрессировать значительно быстрее. И организм так, что мы смажем мусу куно свори, но в другом этапе, что процессы в мусу видос органах, в основном органах патология ввестится? Ну, как вы понимаете, ни чем хорошим это закончится не может. И, как вы понимаете, нету герой это не дуешь? К сожалению, самый быстрый способ похудеть – это онкология. Гайла, но самая эффективная сликнение будет, что это онкология. Ну, это вот для того, чтобы как-то понимание возникло. То есть мало ли получить результат, нужно еще всегда думать, какой ценой этот результат получим. И вот для того, чтобы понимать, какой ценой мы получаем результат, то есть правильному лечению или неправильному лечению. В гомеопатической теории разработаны так называемые законы Геринга. И это законы, которые говорят, ну вот представьте себе, человек живет, соответственно у него появляются какие-то заболевания и симптоматика меняется. Возьмена симптомов, как нам оценить? Это идёт в лучшую сторону, в сторону выздоровления или в сторону ухудшения. А теперь, когда мы начали лечить пациенту, да, и у него меняется симптоматика, всегда ли очевидно, в лучшую сторону она меняется или нет. И сейчас, когда мы начали лечить пациенту, то есть симптоматика, а не лечить пациенту, а не лечить пациенту, а не лечить пациенту? Пациенту стал лечить пациенту, но стал хронически больным. Понятно, что лечить такое лечение, ну не очень приемлемо, правда? Ну, супрантама, что то есть гидимо пациенту не очень лечить пациенту, а не лечить пациенту. Вот, так вот, три закона геринга – это законы о том, как правильно происходит лечение. Три носа твосос герингу – это, как, как тестигая ира гидома? Первый закон звучит так. Из лечения человеку должно идти в направление, изнутри на поверхность. То есть, при правильном лечении сначала исчезает симптомы поражения внутренних органов, затем поверхностных симптомов. Три носа твосос геринга – это первая лечить пациенту – это закон, ну, проследили. Три носа твосос геринга – это закон, как, когда лечить пациенту – это закон, что все области холистической медицины, по сути, дело основывается на одних и тех же принципах, просто используя разные терминалы. И вот сейчас я наглядно эту закономерность продемонстрировал. Сначала на примере аквакультурных меридианов показал закон, а потом, собственно, сформулировал его в рамках генеопатической теории, как видимо, получился одно и то же. Гаваси так, как, когда меридианов аквакультурных меридианов, эйга, было ишнагринято, как это было, как это было, а теперь было сделано. Ну, эти законы наставятся в иллюстрации. Но эти законы наставятся в иллюстрации. Представьте себе, что у ребенка аллергия, там экзема какая-то на кожу, и ему назначили мази, возможно, гормональные даже, да, и ожи очистить. Ну, визуоким, что у ребенка есть какой-то аллергия, аллергия реакция или экзема антодос. А через полгода ребенка начинается бронхиальная астма. Ну, с точки зрения официальной медицины он просто перейдет от дерматолога к пульмонологу, да? А с точки зрения холистической медицины произошло прогрессирование заболевания. То есть та же самая аллергия с поверхности кожи переместилась на внутренний орган. То есть болезнь осталась та же самая, но она пошла в глубь. Ну, что будет при правильном лечении такого ребенка? Ну, мы назначим ему какие-то лекарства. Ну, и какая реакция будет лечище оврача, допустим, семейно оврача? Ну, и какая реакция будет гидитое, гиданчае, артистом, шеимос гидитое? Лекарство вызвало аллергию, трочную отменить, назначить антигистаминной, и у ребенка возобновляться приступу, асмену очистить сапож. То есть, что ваисты, которые давят аллергия реакция, то есть, что бутинной реакция ее наимти, тогда дути антиаллергену, ну, и билл тепти отгал. А на самом деле мы были в шаге от изличей? В этом примере принципиально важна. Асма исчезла, но на кожу появилась цепь. Это движение на перифилию. Это явное движение к изличению. Правильное движение – это всегда от более тяжелых форм к менее тяжелых, менее опасных. Второй закон Геринга – симптомы уходят по направлению сверху вниз. Китая тасиклая Геринга – симптомы, дингсты, пакал стемы, ищи вверху и апречки. По сути, он говорит о том же самом – от более важного к менее важному. Потому что так уже получилось, что органы по значимости расположены именно в такой последовательности. Китая тасиклая Геринга – симптомы уходят по значимости сердца, легкие, печень и наимение важной для выживания почки. То есть это очень большая жизнь. Геринга – пакал виршов, это сабвесис. Галвас, мегиня, толио вайна шердис, плавчия, кепиня, и мажауси. Сварбус, что это сингстой. Соответственно, прогрессирование идет внизу вверх. Как тасиклая, прогресса сейна ищи вверху. И опять попробуем проиллюстрировать. Прилюстрирование. В 20 лет человек переболел воспалениям почек. В 20 лет схема перспектива плавчий истинокардия. А в 50-е не устинокардия. Очки 30 лет его не беспокоили ни разу, и все анализы хороши. Связан ли эти два события? Может быть нет, может быть нет. То есть мы не можем так сразу сказать. В некоторых случаях мы получим картину воспаления почек. То есть у чеков первые за 30 лет появится там лейкоциты в маще, болезненность в области почек, ну вот характерные симптомы. По 30 лет по жмогу шлопиме сирас, то есть элементы то, что не было. Но при этом сердечная симптоматика существенно улучшилась. Вот при такой картине мы получаем по сути доказательство того, что заболевание сердца в 50-летнем возрасте является следствием недалеченного пилонефрита, недалеченного воспаления почек. Продолжение следует... Так, сначала должны исчезать mentalные симптомы, затем эмоциональные и только потом физическая симптоматика. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, опять может быть так, вот как иллюстрацию. Приходит пожилой пациент, у которого очень много диагнозов и реальных жалоб там и давление, и сердце, и почки, и печень. Ну, как павецдис, отеина уже виреснию амжуя жмогу, пас кури ира много ваяния с усилизмом, это и с уингстой, и с кепенем, и вся кита дарина, и там, висас букетас. И при этом вы нередко увидите, что человек полностью сконцентрирован на своих болезнях. И дащи поматыси, когда жмогус ира сосисоконцентрировался в своем лигах. То есть он говорит только о жалобах, о лекарствах, о результатах, о анализах, перебирает всякие различные способные лечения, которые он проходит. И практически ни о чем другом он говорит не в состоянии. Гаунаси так, когда он ишнека обе виск, обе ваистус, которые он герит, о том, что он делает, как он делает, как он гидит. Ишнека только в своем проблеме, в своем сраектором, в своем среке. И нет ли еще много плит, нет нет реагности. При правильном лечении, вот он второй раз приходит, если мы назначили правильные препараты, вы видите, возможно, что у него давление как было подвести, так и осталось. У него также болят суставы, у него также нарушены пищеварения. но он улыбайм. И рассказывает вам не о своих болезнях, о детях и внкуках, о ковиде, о политике, И о разных других, напрямую, несвязанных со здоровьем вещами. Вот это и есть, да, улучшение ментальной симптоматики, кстати, эмоциональной. У него улучшилась настроение, у него повысился жизненный тонус, у него увеличился круг интересов. Если до этого он думал только о себе и своем болезни, то теперь он начал замечать окружающим. И это и есть, как и в целом, эмоциональный, потому что если он все время думает о том, что есть, то есть, что есть, то есть, что есть, и что есть, что значит, то есть, иójуя и находится в таком. И вот если это произошло, значит, через некоторое время физическая симптоматика начинает улучшаться. Значит, мы все делаем правильно. И если это вверху, то, что это вверху, и пыдинная симптоматика прадеда кестись. И мы все равно делаем вверху. Очень плохо, если все происходит наоборот. И очень плохо, если все происходит вверху. Реальны случаи привожу. Пришел пациент с болиевым коллегой. И реальны павелы дадут. Это жмогу с скауданчем келию. Назначен гамиопатический препарат приходит через месяц. Гамиопатический препарат поскертится по месяц. Ой, доктор, спасибо, колено прошло. Ой, спасибо, доктор, келика пройдет. Но у меня теперь другая проблема появилась. Пас мне отсередует другую проблему. У меня бессонница. Пас мне немега. Вот это неправильное лечение. Это абсолютно неправильное лечение. А это абсолютно неправильное лечение. Пасмус динго физические симптомы, но появился симптом или эмоциональные, или mentalные. Мы не спим или потому, что мы эмоциональные перевозбуждены, или потому, что нас какие-то мысли отталевают. Пасмус динго физические симптомы, но эмоциональные. И, конечно, врачи поминял назначение. А, что рассказывает пациент, приследующим приходит. И, как говорится, пациент, китая карта, тезиск? Сон восстановился, зато опять начало болеть коллега. Мегас отсистатый, но в результате прадеда скудить келика. Однако оно немного поболело и боли сшезло. И на этом вся проблема была решена. Но, как говорится, пациент, китая карта, тезиск, что мы понимаем эти законы, мы можем избежать серьезных ошибок. И не сделать так, чтобы пациенту... Пациент даже благодать, а мы понимаем, что мы сделали хуже. Вот это надо иметь критерий, чтобы это понимать. Верно, вредит, чтобы понять эти цели, потому что мы можем сделать только благое пациенту, но пациент будет очень потенки, но результаты, как это не было хорошо. Ну и, наконец, третий закон Геринг, болезненные симптомы, исчезают в порядке обратном их появлении. Первыми исчезают те симптомы, которые появились в последнее время. В чем смысл этого закона? Если мы воспринимаем состояние человека, как единственный процесс от самого рождения до сегодняшнего дня. Как припасе, если мы примем мужчину, когда он является вентисом, то эти последние симптомы, это и есть последние симптомы в развитии всех его проблем с самого детства. Естественно, при правильном лечении должен быть, как мы уже говорили, обратная последовательность изменения симптомов. А если мы считаем, что различные болезни, имеющиеся у человека друг с другом, не связаны, и каждый специалист занимается отдельным тем или иным органам, то естественно, что мы можем произвольно брать любое заболевание, любое диагноз и лечить его отдельно от всех остальных. Но если мы считаем, что любое заболевание, что любое заболевание, что любое заболевание, что любое заболевание, то мы можем использовать гидиму без скриптинговых львов. Такая тактика, как мы понимаем, больших успехов. Но такая тактика, где я дидели сегменты нет. Теперь мы продолжим эту тему уже с точки зрения следующего, другого гомеопата, Ганс Генрих Реккевер. Ганс Генрих Реккевер, который развернул законы Геринг в более подробном виде. То есть в основе те же законы Геринга, но он более подробно, более развернута дал эту систему. И мне кажется, она для нас для понимания, опять-таки, представляет интерес. То есть я расскажу только то, что важно не для специалистов. И вот по рейке, если любой патологический процесс проходит шесть стадий. Первая стадия, я даю официально название стадии экскреции, т.е. стадия выведения токсических продуктов. Первая стадия, это коксинные медиаги и шведения. В результате, в результате различных инфекций, в результате неправильного образа жизни, в том числе, накапливаются определенные токсические продукты. В муссо-гивенном логове мунице каупятся вярияуси токсинные медиаги, это связано с муссо-гивенном будом, с муссо-либомом, в вастрече с процессами, которые вексят в жизнь. И организм усиливает выделительную функцию, чтобы от них избавиться. Что это? Это повышенная потливость. Это большее количество выделений из носа, слизь скапливается в горле. Это железы, более сильная, более жирная. Это более частое стулы, величное количество мочей и т.д. То есть усиление физиологических выделений. Когда этого не хватает, то есть количество токсинов, продуктов обмена веществ в организме становится больше, и физиологически уже невозможно их вывести. Когда токсинов организм дароси весь много, и физиологически пошалинь их не бейна. Наступает вторая стадия. Стадия реакции. Что это такое? Это уже выделение токсинов патологическим способом. В основном это воспалительные различные виды воспалительных реакций. Это очень частое. В основном это происходит в среднем процессе. Насмар, кашель, бронхит, синусит, фурункули и т.д. Это как слога, бронхит, фурункулиозия и т.д. То есть вот с этим всем выводится с макротой, с выделениями износов, там гнойные воспаления. С ними организм избавляется от избытка токсических веществ, продуктов обмена. В таком боду организм стегися отсекретить токсинишку меджиагу, которые соскопятся с организмом. Но если количество токсинов нарастает и организм уже таким способом то же не в состоянии от них избавится. Если организм каупятся токсинами и таки боду не бегали, то их надо куда-то складывать. Насколько нужно кастротить токсинами. Позадепонировать. Депонировать. 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 Это, ну, кроимас висандельюс. То есть, токсические продукты и продукты обмена веществ начинают складываться там, где они хотя бы меньше мешают. А если, в сакан, те продукты токсички, я предназначу депестен, курбентил я коможел дарому повеку организму? Это бородавки, полипы, доброкачественные опухоли, ажирение как таковое, камни и так, ну, вот все такое. То есть, то есть, что мы не можем избавиться, накапливаем как-то так, чтобы оно меньше мешает. И вот я показываю первую часть таблицы. Таблица, так называемая таблица, гомотоксикоза парэ кивегу. То есть, это, конечно, для медиков будет более понятно, но все-таки диагнозы почти на всех языках примерно одинаково звучат. Ну, в крайнем случае, можно в гугле перевести некоторые моменты. И вот смотрите, вот первая колонка – это стадия экскреции, то есть это выделение, усиление выделений. Вторая колонка – это воспалительные вот эти процессы, да, то есть стадия реакции, да. И третья – это депонирование. Вот тут оперомы, бородавки, мозоли, полипы, там, силикоз, зоб, ожирение, подагра и так далее. Это все варикоз, да, это все вы можете прочесть, потому что в этой таблице довольно хорошо описаны именно диагнозы, которые соответствуют различным стадиям. … Редактор субъеком Медикой Корректор А. Я не буду сидеть просто читать эти термины, то есть для кого это представляет интерес, вы можете дома ознакомиться и подробно проанализировать таблицу. И, кстати, она и в интернете, конечно. Но общая логика следующая. Самое меньшее, что с нами может случиться, располагается в левом верхнем углу. И любая смена симптома в право и вниз означает ухудшение состояния. И, соответственно, в левом верхнем углу, если меняется симптоматикой, то это ухудшение. Ну и, видимо, когда симптоматикой кейчатся ищи пащу аукштиньей кэрии, то это будет герой. Теперь следующая стадия. То есть эти первые три стадии развития патологии происходит вне клеток. Они не затрагивают сами клетки на нашу организм. То есть три первые стадии патологии, они не мусу ластели, так сказать. Не лента дар к ластелию виду. А вот четвертая, пятая и шестая стадия происходит внутри клеток. О четвертая, пятая и шестая стадия уже вне клеток. То есть это уже повреждение основы наше существование. Это уже мусу герой. И вот стадия импригнации, интоксикация переходит на внутриклеточный уровень и начинается повреждение ферментных систем клеток. В медицине обычно это называется термином дистрофия. Вот эта стадия. Пятая стадия дегенерации, интоксикация постепенно разрушена. То есть попросту начинают гибнуть клетки. Вот когда в анализах, в печеночных анализах аллат повышен, это и есть симптом разрушения клеток, повышение аллата в анализах это симптом повышенного разрушения клеток печени. Это значит, что печень находится уже на этой стадии. И наконец последняя шестая стадия это образование злокачественных процессов. Еще шестая стадия это и какие возможности сравнивают ее эффективные угли? Хорошо известный даже в официальной медицине факт, что онкология начинается в том месте, где имеются очаги дегенерации. То есть там, где есть пятая стадия, вот из нее, как правило, это, ну как бы мы проходили в институте даже, что именно там, как правило, и начинаются злокачественные процессы. Как тезиклы, то пиктивные далики праседут там, куда дегенерации, в том числе, в том числе. Я вам показываю вторую часть таблицы. И то же самое, да, то есть левая колонка это импригнация, средняя колонка дегенерации, правая это уже онкология. И опять-таки здесь диагнозы, диагнозы на всех языках звучат примерно одинаково. И продолжается эта же логика. Любое движение вправо и вниз это ухудшение, любое движение влево и вверх это ухудшение состояния. И великий принцип, это видение, если диагноз, жюрирует, ищи кайрес, и дешевый, ищи кайрес, ищи кайрес, ищи кайрес, ищи кайрес, ищи кайрес, ищи кайрес. Ну, может быть, еще одна такая иллюстрация, да, вот этих законов. Еще одна такая иллюстрация. Обратилась женщина, у нее довольно сильная была, что-то похожее на экзему на ногах. Материс крепился, после чего был какой-то, ну, стипростой, какой-то похожее экзему на ногах. И после лечения у нее начался фуронкулез. По гидимо пасе прасидело фуронкулез. Кожа на ногах очистилась, появилась там 4 или 5 фуронкулов, фуронкулы, естественно, исчезли, и после этого экзема больше никогда не появилась. То есть экзема – это такой уже пассивный, накопительный процесс на коже, а фуронкул – это активное выделение. Вот таксины ушли, да, и кожа очистилась. То есть несмотря на то, что был момент неприятный, конечно, но в результате мы увидели, что да, лечения идет правильно, и действительно проблема решилась. То есть обе проблемы точно таким образом решилась. Да, герой. Какой экзема – это уже каупиомасис, и фуронкулой – это активное форма. Ликто и немалонус процесс, когда я привожу этот пример, что когда начинается выделительная реакция, это всегда очень хорошая причина. Когда начинается выделительной реакцией организме, это очень хорошая причина, хотя они не обязательно приятные, да? Насколько тема сегодня – несколько слов хочу рассказать о гомеопатии. Продолжение следует... Просто чтобы дать представление, да, нет, ну, мы в основном говорили об акупунктурной теории, ну, вот немного надо сказать о других областях холистической милиции. Продолжение следует... Гомеопатия скурят СМАЛИС гаминами, даугавнее 200 метров отгал? ПОСМАЛИС СМАЛИС ГОМАЛИС 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 И к тому же отличным химикам. И что он делал? Он начал экспериментами на себе, то есть он начал принимать лекарства, которые в те времена, больше 200 лет назад, применялись на себе, чтобы понять, как они действовали. И в результате этих экспериментов он, наверное, открыл то, что было известно, как оказалось, это не его открытие даже, то есть об этом упоминалось в трудах более старых прачей, о том, что... Ну, да, переведите тогда сейчас. Весмитаме, что это ищи нового отрадо то, что уже было минимум и в сену леку, где гиджитое ужащусь? О том, что препараты способны вызывать те же симптомы, от которых они лечят. То, что ваисты могут ищути такими симптомами, на которые они гидят? И в результате сформулировал основной закон гомеопатии. Вот я его здесь вывел на экран. Если препараты здорового человека и в большой дозе вызывает симптомы, то у больного и в малой дозе этот симптом будет извлечен. И когда вы не заметите, что в пабочных эффектах указаны те же симптомы, от которых препарат должен лечить. Да, т.е. этот закон, увы, подтверждается не только холистической медициной. Т.е. у меня болит головой – это не симптом. Мы должны точно сказать, в каком месте болит, характер болит. При каких обстоятельствах возникает боли, от чего усиливается и от чего облегчается. И вот тот препарат, который способен вызвать именно такую боль, такую же боль у больного человека, может извлечь. То есть тут главное, что именно такой характер боли, именно чувствительную к тем или иным. Ну вот представьте себе, до одного голова болит с утра, как проснулся, а у другого – вечера. Т.е. у того, кого болит с утра, это скорее всего венозной застой, да, а у того, кого вечером – это и артерия. Да. 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 Т.е. 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 Как это все веет и как это можно использовать? Дальше, исходя из того, что мы сказали, понятно, что препараты нельзя назначать больших дозировках. То есть у человека есть такой симптом, а мы еще дадим большую дозу препарату, который вызывает такой же симптом. Ну что, еще пусть. И поэтому изначально было ясно, что дозы в этом случае должны быть маленькие. Но когда Ганниман начало экспериментировать, оказалось, что дозы не просто маленькие, а исчезающие маленькие. Но когда Ганниман начало экспериментировать, я ищу, что дозы не только может быть маленькие, но и все, как ищущиеся. Если вы столкнетесь с гомеопатическими назначениями, то дозировка D3 соответствует одной тысячной от 0,1% раствор. Ну, 0,1% раствор берется как стандарт, вот примерно одной тысячной изначальной концентрации. А если С3, то это уже одна миллиона. И вот все претензии гомеопатии, это, собственно говоря, не самому методу лечения, а к дозировкам, которые применяются. И все претензии гомеопатии, это не пащая как системой, но именно том дозуоте, которые есть скрыты. То есть непонятно, а что собственно работают. Нескрытый, а кто действительно действует? Более того, если дело доходит до разведения С12… А это 24-0, вот здесь 24-0. То элементарный химический расчет показывает, что ни одной молекулой исходного вещества в растворе не остается. Т.е. элементарный химический расчет показывает, что там нет ни одной молекулы, ни одной молекулы. И дальше разведение выше С12, понятно, что там только… Ну, обычно делается на 30% спирт, такие препараты, то есть разведение на 30% спирт. То есть понятно, что там кроме этого 30% спирта ничего не остается. Ну, дажнился такие скедимы выкста на 30% спирту. Ну, если на 12% и многое, то очень много. Гаунаси очень много. Логично, что там спирта, там больше всего нет. Вот это было 200 лет, это основная претензия к гомеопатии, то есть вы лечите ни чем, это эффект в лаке. И все 200 лет это претензия к гомеопатам, когда вы гидаете женщин, плацебо. Практически в том, когда там не было. Плацебо. Много всего написано на эту тему. У нас сейчас не тема лекции, так сказать, рассказывать подробно о гомеопатии, доказательствах ее действенности, но те, кто пробовал гомеопатическое лечение, я думаю, знает, что на практике это работает. А самое главное, что периодически такие препараты вызывают обастрение, что уже никак не спишешь на плацебо. И, конечно, в том, что такие препараты всегда ищутся соистрированные, что они никогда не могли норащить плацебо. Ну, человек ожидает улучшения, а у него начинается обастрение. Какой тут плацебо? Ну, человек получает плацебо, что действие здесь не химическое, а информационное. Возможно, основанное на эффекте памяти воды. То есть вода имеет кристаллическую решетку, и, соответственно, на эту кристаллическую решетку записывается информация о том препарате, который когда-то был в воде растворен. Важно, что вода имеет кристаллическую тинклу, и в ней висит все, что есть, что действительно было в воде. И так же и препараты? Ну, структура снижина, собственно, во многом отражает эту кристаллическую решетку. Воды снижина и разум. 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 вот этой информационной составляющей, которая дает организму по команду или программу, что делать. Бутен та информация, которая дает организму постами, что делать. И дальше организм уже сам решает свои проблемы. Получив правильную программу действий, он начинает решать проблему. И тогда организм, гавясь эту информацию, пасы, спренджя, как он будет делать и как он будет делать. Так вот, главное, ради чего я это все рассказал. Любой лекарствой, будь то фармакология, будь то наши тинши баты, будь то сама гамиапатия, но любой лекарствой содержит информационный компонент, то есть регулиторный компонент. Галко, это все истинный компонент, что это несарбой, а это это просто запрестный компонент, или как он препарат, или гамиапатия. И нас с удетением все время есть информационные дали. То есть, есть, допустим, химическое действие, мы пьем какой-то фармакологический препарат, у нас есть химический эффект. И есть эффект регулиторный, то есть вот этот информационный, то есть регулиторный. И фармакологический эффект, это регулиторный, информационный эффект. И вот этот регулиторный, вот эта регулиторная составляющая, и бутен шитая регулиационная дали, ее действия очень отличается у разных людей. И ее повееки очень скриняясь паскриптиму жмонят. То есть, для одних людей, вот эта регулиторная составляющая чуть ли не важнее самого химического состава. И куриям жмоням эта регулиационная садыбия ира много важнее чем его химиня судетистов продуктов препарата. А у других ее можно просто принебречь. То есть, она не имеет существенного значения. О, паскриптус, она нетури никакой поройки. И поэтому, когда мы назначаем один и тот же даже наши препараты, берем, то всегда надо помнить, что есть вот эта информационная составляющая, которая будет помимо химического действия давать дополнительные регулиторные возможности. Т.е. 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 различия эффектов применения. Одно и то же даем, но разные люди реагируют зачастую весьма парас. На один и тот же препарат. Т.е. Т.е. Ирганаси, когда недели наудоват логично продукты, скриптинги жмонес гали реагути вся скриптингой. Следующая маленькая тема это суджок терапия. Кита недиделя тема это суджок терапия. Это уже корейская система. Корейская система. Которая нам интересна в чисто практическом плане. Т.е. это то, что вот через 5 минут можно попробовать использовать на практике. Т.е. Кас истикрую ира идомо. Та, кога галима панудути 5 минут бейгия практику. Строение нашего тела аналогична строению кистей и стоп человека. На этих рисутках очень наглядна все прорисована. В смысле томе, что мусу тек ранку, тек кою, педу и делну, эта структура аналогична ира мусу организму. Смотрите, вот у нас две ноги, две руки, на каждой конечности три отдела, на каждой конечности три состава. Вот все у нас здесь как бы соответствует. Пазваночник, большой палец, это голова и шелия, два отдела. Внутренние органы проецируются на ладу. Галите откредиемеси, что это две кои, две ранки, головы, крутинные дали, все это проекты, все очень очень герой матуси в этом павликслеле. Вот еще одна картинка, где хорошая проекция внутренних органов. Внутри вина, которая была герой проекция в виду органов. Вот проекция скелета. Пазваночника. Мусу виденвису скелету, кейпатроду. Там проекция внутренних коз. Так, вернемся немножко сюда. Значит, что, как практически использовать эту систему? Дело в том, что она проверена, но я уже 30 лет с ней имею дело, и мне очень нравится именно для практического применения. Если у нас возникла боль, ну, допустим, вот в областе живота, то нужно найти на кисте вот примерно проекционную зону, вот примерно где это могло быть. Практически практические методы гидриды, когда я очень надеюсь, что это использование, если , Внимаете какую-то, ну, какая-то паношная пештука, не патчет, нам не нужно те кастроуски дискеаурии персинкти, но мы пройдем спасти, будь то, что вы не найдете крайне болезненное место. В этом месте, в которой будет острая сильная боль, является проекцией того, что заболело в животе. И теперь, если это место начинает стимулировать, процедура не очень приятная, можно добиться очень быстрого облегчения боли в животе. Болит коленный сустав, вот берем, да, вот у нас коленный сустав. И начинаем карандашиком искать. Вот, вот болевая точка, нашли болевую точку. То же самое, да, простимулировали и наступает облегчение. Легит, айпат, я бы, таргим, келискаудом, месант ранкос пиршту, бутент тесанурию, как и пешкелис, куроду, сусирондом скаусминга тащка и стимулируем. И мы гаусиме паленгвеймой. То есть, чем хорошо? Что любым подручным средством, вот у нас что-то случилось, мы можем взять буквально подручное любое, ну, не совсем острое, да, ну, лучше всего что-то вроде шариковой ручки, и найти болевую зону, отстимулировать ее, и хотя бы получить возможность облегчить боли и дождаться уже консультацией с ручком и более серьезной. Тесно, галима сумажинти тас каусмой, кащик-то гаоти паленгвеймой, ну, бенк jau там, kad даритуме слогси консультаций с пасгидитой. И еще один такой удобный вариант воздействия, взять зерно гречки, острым углом приложить в самое болезненное место, и приклеить кусочком лейкопла. И периодически массировать. Очень хороший способ такой, самопомощи. Ну, я покажу. Вы знаете, иногда вот особенно в острых ситуациях, возможность оказать быструю помощь, вот не имея ничего в руках. И вот это вот как с головой. У нас на голове много всяких неприятностей возникает. Вот это большой палец. Ноготь, вот ноготь, это широко раскрытый рот. Соответственно, вот верхние зубы, вот нижние зубы. То есть зубная боль, пожалуйста, да, есть возможность, ну, хоть вы знаете, как бывает, да, что зуб начинает болеть обычно в пятницу вечером и до понедельника надо ждать визиток стоматологу. То есть, вот чтобы поменьше пить обезболивающих, можно хотя бы так облегчать. Правда, облегчать, конечно, проблемой не решить, но дотерпеть хотя бы дает возможности. Визиток стоматологу. Ну, и, пожалуйста, нос, гайморовые пазухи, уши, да, вот это все доступно, вот эти все места, которые, за счетую, нужно быстро, быстро из-за мобильности. В интернете по суджок, по теме суджок терапии, огромное количество материалов. Это и рисунки разные схемы, это и книги. Основатель суджок терапии, профессор Пак Дживу, издал вообще 7 больших книг по суджок терапии. В интернете много много медиа и господи, об суджок терапии. И человек, который в этой истории, и, в результате, нет 7 книг, это написано об суджок терапии? Там любые уровни сложности, да, от самого примитивного, то, что я сейчас показываю, до таких высот, которых, ну, только специалисты экстракласса может разобраться. Ну, уже много раз в жизни я буду благодарен, что эта система существует и позволяет, ну, вот так вот, в экстренных случаях, что это сделать. Да, но много раз в жизни, что эта система существует, и, конечно, это действительно есть. Поэтому, кого интересовало, открывайте интернет, как раз вот по этой теме вы найдете массовой информации. Ну, и последнее несколько слов хочу рассказать о методе, которым сам занимаюсь, это метод поля. Да. Поскольку работа по полю позволяет, ну, тоже понять, понять некоторые, ну, как сказать, сложности в плане лечения, в плане помощи пациентам. Ну, мало известной по клинической медицине. Это метод, которая создана в 50-е и 60-е годы 20-е века. Метода, которая создана в 50-е годы 20-е годы. Основанная измерение электропроводности акупунктурных точек. Основанная измерение электропроводности акупунктурных точек. То есть, в зависимости от того, как проходят то, мы можем делать вывод о состоянии соответствующего. Да. 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 Таких методов было создана, ну, не меньше 18, да, то есть методов измерения акупунктурных точек. Да. Таких методов было создана не меньше 18-е годы. Просто метод фолио оказался самым универсальным по применимости. И вот здесь интересная его особенность, вот кем он интересен. Когда мы механически и электрически стимулируем акупунктурную точку, это создает эффект на грузки на орган. То есть мы можем посмотреть, как орган работает не в спокойном состоянии, а под нагрузкой. То есть мы можем посмотреть, как орган работает не аромидез бусином, а когда вы снимаете кардиограмму, вам говорят лекти, расслабьтесь. То есть сердце ставится в условиях минимальной нагрузки. То есть большинство исследований официальной медицины делается в условиях минимальной нагрузки на соответствующую орган. То есть диджио дали стириму, а жмога сугодинтиме теком ира при минималах опрогимов в системах. А вот, например, велоэргометрия – это метод, когда вам ставят кардиограмму, заснимают кардиограмму, но при этом вы крутите педалью вело тренажеру. Это метод поля. Это метод поля. Позволяет нагрузкой от соответствующий орган, позволяет выявить патологию не тогда, когда она уже развился и очевидно, а самая начальная стадия. То есть выявляется резервная возможность органа, насколько большую нагрузку он может выдержать без нарушения футов? Да. 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 Заревдивно, если мы можем уходить отопрограмму организму, то есть это гересное СИКТ. Но главная принушистая метод о поле – это медикаментозный тест. В основном, это гересис далика поле – это медикаментозный тест. То есть, оказывается, что мы можем увидеть изменения показателей на акупунктурных точеках? Уже при контакте, при физическом контакте с любым, ну, медикаментом, например. То есть, акупунктурная система реагирует на препарат уже тогда, когда вы взяли его в руку. И после того, как вы выпили, будет этот препарат, собственно, ничего уже не изменится. Поэтому можно, не принимая препарат, прогнозировать его эффекты в организме человеку. То есть, что будет после приема этого препарата и стоить ли вообще его клиникам? Да. Да. То есть, как раз медикаментозного теста позволяет нам понять, откуда берется целый ряд сложностей в лечении. То есть, что медикаментозного теста позволяет нам понять, как много действий, не погибаемых действий, гидант. Вот первый вопрос, да, это выбор препаратов для лечения. Вот то, что можно сделать по фолио, то есть прогнозировать, какой препарат наиболее перспективе. И вот здесь вдруг оказывается, что мы берем один и тот же препарат, разных производителей, ну формально одно и то же вещество, да, но одно будет помогать, а другое и есть. И че, кстати, пометом такую дуанную дуанную дуанную, что если мы возьмем весь такой паттый препарат, а так степкинг гаминтою, ликтое вещество медики гаево и есть та патти и гаунаси так, что один препарат работает, а другой не работает. Более того, этот вывод часто подтверждается самим пациентам, который говорит, знаете, доктор, мне кажется, что мне вот этот не помогает. Мы проверяем тестирование, и действительно от него толку немного. И, кстати, дуанная, когда жмогу сакал, что эта препарата геря, и она мне не помогает. И протеставал, что действительно нет никакого результата. То есть дело не только, я уже говорил, дело не только в химическом составе, дело в тех примесях, которые содержатся, дело в технологическом цикле производства, который что-то меняет в действии препарата. Но вот оказывается, что и на уровне тестирования, и на уровне ощущения пациента один и тот же препарат, произведенный разными компаниями, действует не одинаково. Это очень важно, когда мы имеем дело с тяжелыми заболеваниями. Это очень важно, когда мы имеем требования с тяжелыми заболеваниями. При простуде не так уж важно, какой вариант витамина С вы выпьете. Скорее всего поможет, если у вас состояние здоровья хорошая. Но, например, при таких заболеваниях, как ревматорийный артрит, пациенты чаще всего сами говорят, что мне помогает препарат вот этой фирмы, и то же самое вещество другой фирмы не помогает. То есть зачастую люди это знают уже просто на опыте применения. И вот на этой стадии мы понимаем, что... То есть почему организм слабый, организм пациента очень слаблен. И нужно только очень правильное назначение, очень точный выбор препарата способен что-то изменить лучшую сторону. Бутин, когда организм очень слабый заболевания, это очень важный выбор препарата. Второе – это доза, дозировка препарата. Вторая вещь – это доза. И здесь закономерность та же самая. Если у человека большие рестеридерные возможности, то вы можете дать и пол таблетки, и таблетку, и полторы, и результат будет примерно одинаковый. И еще, если организм действительно слабый, вы можете дать и пусят таблетки, и пус антроз, и вену, результат будет одинаковый. А вот у человека с тяжелым заболеванием, у которого ресурсы очень маленькие. Вы дали чуть меньше чем необходима и эффекта нет. Вы дали чуть больше чем необходима, это уже передозировано. И поэтому очень часто бывают такие ситуации, когда приходит пациенту, которому уже назначена терапия по поводу серьезной болезни. И к которому плохо помогает эта лечения. И достаточно лишь правильно подобрать дозировку, и те же самые препараты начинают помогать. А на практике о чем я говорю? Если вы более-менее уверены, вы предложили пациенту какое-то лечение, и вы более-менее уверены, что назначение сделано правильно, попробуйте изменять дозировку, если что-то. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... То есть мы всегда имеем дело со средними, то есть компания изготовителя рекомендует определенные дозировки, но учтите, что они индивидуальны и чем тяжелее состояние пациента, тем меньше выбор доз, тем точнее нужно попасть. И наконец третий момент, который вообще мало рассматривается официальной медициной, это совместимость препаратов. И третий момент, который не смотрит в модернию медицинам, это продукт с удериномом. И существует официально признанная несовместимость некоторых лекарств, которые хорошо известны в рече. Ира там типовые вещества несудерином, которые являются паектически жимы. Но дело в том, что есть еще индивидуальная несовместимость препарата. Это смеетами, когда есть индивидуальные несовместные женщины, ну, женщины. При тестировании по фолио это выглядит примерно так. По отдельности препараты хорошо работают, а вместе не дают никакого эффекта. И не редко вот то же пациенту, которые в большом количестве, особенно фармакологических лекарств, приходит просто убирать лишние назначения. И остальные начинают помогать. И даст иногда пациентам, которые имеют дидельную теку, скритинку ваисту, паскиримы, тем, как, да, даже не умение, каи-корио-ваисту, и их наиму, тогда, лекарствия, прадеда веек. Все это, я рассказываю для того, чтобы было понятно, почему в тяжелых случаях, нам так трудно добиться результата. Веса таи паскаема дэл то, кодел в судетингвасе ситуаций, это очень удобно гать норимую результацию. Надо найти тот препарат. Из возможных нужно найти тот, который именно этому человеку, этого человека вызовет хоть какое-то бежение в лучшую сторону. Нужно найти адекватную его возможностям дозу. И нужно, чтобы препараты не конфликтовали друг с другом. Что может быть самая простая, в этом случае попытаться просто все препараты принимать с большим интервалом. То есть по одному с интервалами они пить одновременно. Хотя бы тогда может быть пояснится ситуация. Велги, то минимальнее, что мы можем сделать, то все препараты, каи-как вы наносите, герти с неможей интервалой. Тогда, может быть, ищет, что-то, что-то, что-то нет. Ну и еще, что-то хочу сказать по теме медикаментозного теста. Дар, ка нориету, медикаментинный тест, то посаките. Наш организм реагирует вообще на все, с кем соприкасается. Мус организм реагирует вискас, с кем мы сусилистуем. Это одежда, это украшения, это косметика, это крема, которую мы применяем. В принципе, вискас. Руба, косметика, крема, все, кем мы используем. И геопатогенные зоны, конечно же, существуют. Геопатогенные зоны так же существуют. И поэтому, в особо сложных случаях, имеет смысл проанализировать, а иногда и просто проэкспериментировать с такими вот вещами. Где человек сидит на рабочем месте, где стоит его кровать, какой косметикой он пользуется, может быть, на время отказаться и посмотреть, неизменять ли это его состояние. Если мы хотим помочь человеку с хроническими болезнями, у него должны быть пролечены зубы, то есть у него в арту не должно быть проблем. На этом сегодняшний материал, я, кажется, исчерпал. Это третя лекция, она последняя, которую я готовил, поэтому я извиняюсь, если, может быть, она недостаточно еще проработана в каких-то моментах. Но тот материал, который я хотел обязать надать, я вот на сегодняшний день рассказал. Спасибо. Да, сегодняшний лекция трещая, байгемая, как и и последний. То есть, ну, жима, если что-то, если что-то не было паканком, айшкей, ну, очень прошу, но это так. Что-то, 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 спасибо вам большое, Юлия. Очень полезная лекция. Очень так чатильная, вся информация предложена. Лабой декомене, гидитой Юлию Волгию. я такрой, лабой кропщей була патика информация, да удачу дамы далики, что ж, но мы. Если у кого-нибудь есть какие-то вопросы по поводу того, что доктор сказал, вы можете писать чат здесь, который у нас в Зуме присутствует, или можете даже включить микрофон и задавать прямо, или мы ждем ваших вопросов в нашей закрытой теме в ГУПе. Очень идут много комментариев с благодарностью доктору. Было очень полезно, очень много хорошей информации. И вот один вопрос уже получили. Когда есть грибок на ногах, на что надо обратить внимание? Значит, надо прежде всего посмотреть, на каком пальце, или на каких пальцах, потому что это материал второй лекции, то есть посмотреть, какие меридианы задействованы, и заниматься этими органами. И, поскольку самое частое место – это первый и пятый пальцы, это печень под желудочное почернение. Ну, мы это на второй лекции как раз. Это истинкт-кратегий лекций. Это тема – реальнои по меридиану эйгой. Если это, конечно, будет антникшев, это, как связано с кепенимой, и касой, или кассей, или маше пиристеле, если это, конечно, будет deformировано. Это и инсты, и штопима пасыли. Вот как раз был ответ написан, что на девятом пальце есть десяти. Не знаю, пока человек подтвердит свой ответ, давайте я задам другой вопрос, который пришел. Как лечить дисбактериоз? В тонком кишечнике его очень много. Вы знаете, на такие вопросы невозможно отвечать в эфире. Это надо с человеком сесть, обговорить. Мы с вами уже на первых двух лекциях это обсуждали, что нужно не диагноз дисбактериоз, а нужно понять, что к нему привело. Тогда мы можем думать, как лечить. Это надо собрать полную информацию. По диагнозу нельзя лечить. Да, Юлий, там повторили вот это, что на девяти пальцев из десяти. Практически. Это, скорее всего, связано в любом случае больше с кишечником. В этом случае я бы даже больше думал о печени при таком распространенном. Тогда есть такой прием. Надо вспомнить, откуда начиналось. Вот первое место, где появился грибок, оно и покажет, кто виноват. Если на коже много разных проблем, вспоминайте, где было первое место. Грибок, какой палец был первой. И тогда на материале первой и второй лекции можно вычислить, кто виноват. Да. Да. Тогда была 2-йордством темы, ст Chrome my request. Мы поговорим. чтобы посмотреть, как органы это связано. Дарья, у нас есть несколько вопросов. У нас есть несколько вопросов, а теперь пабири. По ковиду к ренту плавка и коксис. Кур ищет прадеду? После ковиду болосы. Гарстями уходят. Волосы у нас что? 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 Да! День 11 в Вильнию, гидритовщик консультации, и 19 в Клаипеде. Если уже как-то не ладо, но велики, что-то будет, то тогда крипки, что-то, крипки. Крипки, что-то, крипки, что-то, крипки, что-то, крипки, и, что-то, крипки. Герой, декор. Бандом дадать то лицо, крипки. Китая крипка. Краугиос паудима в 1,070-1,030-1,030-1,0. Так, вопрос ввели такой, что на одной руке давление 170, на другой руке 130. Хороший вопрос. Ну, там, скорее всего, конечно, это связано с патологией, собственно, сосудов. Но надо проверять еще кровообращение головного мозга. Обязательно надо обследоваться, потому что такие вещи – это риск инсульта. Большая разница, право ли он. То есть, надо человеку хорошо обследоваться и попытаться выяснить, где конкретно. Сонная артерия, позвоночная артерия, лига артерия, собственно, головного мозга. Это очень рискованная состояния. И, конечно, если вы знаете, это очень риск. Продолжение следует... 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 Ну, какая там, скажем, эмоциональная высокая такая лабильность, весонница, санливость, низкая давление. Ну, то что это еще должно быть, что говорило бы о вегетодистании. Теоретически такой вариант уже возмущается. И, жином, галиба быть, галиба и вегетодистания, то есть шляпти. Ну, это хорошо. Теоретического вегетодистания. Герой, декой. 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 Герой, декой.